Усилия Киева, Вашингтона и ряда европейских столиц, направленные на то, чтобы перекрыть России каналы международного общения, не дают ожидаемых результатов. Даже среди стран Большой Семерки и стран Евросоюза нет единства в том, какую политику проводить по отношению к нашей стране. Это подтвердил на днях министр иностранных дел Италии, страны, входящей в Большую Семерку, Паоло Джентилони. Италия остается лояльной к своим союзникам, сказал он, поддерживая при этом особые отношения с Россией. Вот такая двойственная политика. Особый характер отношений между Москвой и Римом в полной мере проявил себя во время итальянского визита Владимира Путина на этой неделе. Визит начался с павильона России на Всемирной выставке в Милане, где фанаты Путина держали транспаранты «Путин, спаси мир». Там же, на Экспо, Путин встретился с премьер-министром Италии Матео Ренци, а затем провел с ним двусторонние переговоры. В среду, всего через два дня после того, как самые влиятельные европейские лидеры выступили единым фронтом по поводу антироссийских санкций, Владимир Путин приехал в Италию, недвусмысленно напомнив, что единство Европы в противостоянии ему неустойчиво, и попытки изолировать его принесли неоднозначные плоды. Так оценила визит Путина в Италию газета «Нью-Йорк Таймс». Программа президента в Италии была весьма насыщенной. Всемирная выставка, встреча с президентом, премьер-министром и папой римским. Италия – четвертый мировой и третий европейский партнер России по объемам торговли. Санкции нанесли, впрочем, существенный ущерб. Итальянский бизнес потерял полтора миллиарда долларов, экспорт в России упал на 17%. И неудивительно, что премьер Матео Ренци открыто критикует режим санкционных ограничений. Мы говорили о санкциях, но очень приземленно, что называется. Не в плане отмены, либо сокращения. Мы говорили о том, как эти санкции мешают развивать наши отношения. Вот у нас есть несколько проектов совместных российско-итальянских, в том числе, скажем, в области инфраструктуры. И очевидно совершенно, что итальянские компании, которые боролись за эти контракты, выиграли тендеры, заинтересованы в их реализации. Но они встали, не могут быть реализованы в связи с санкциями в отношении некоторых наших финансовых учреждений. Просто нужно искать выход. Ну или санкции отменяйте, или какие-то другие предлагайте инструменты. Если, конечно, хотите поддержать свои компании. Ну, мы партнеров найдем, естественно. Но мне кажется, что не следует отказываться от наработанных инструментов и от взаимовыгодных контрактов. На переговорах поднимались также ситуация в Ливии и другие международные проблемы. По мнению Ренци, в решении важнейших мировых вопросов Россия должна оставаться за столом переговоров. На пресс-конференцию Путина спросили, остаются ли у Москвы отношения с Большой Семеркой. Что касается наших отношений с Семеркой, то у нас нет никаких отношений с Семеркой. Какие у нас могут быть отношения? Когда мы работали в этом формате, мы принимали участие в обсуждении, в подготовке каких-то итоговых документов, которые, кстати, не носят обязательного характера. Но мне казалось, что в этом был какой-то смысл, потому что мы хотя бы представляли какую-то альтернативную точку зрения. Ну, наши партнёры решили, что они в этой альтернативной точке зрения не нуждаются, это их решение. Но это же не организация, это так клуб по интересам. Есть более широкие форматы, такие как «Двадцатка». Мы активно работаем в такой организации, как РИКСК, известная, да, которая объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южную Африку. У нас есть ещё одна, ещё один формат. Шанхайская организация сотрудничества, которая сейчас будет присоединяться, кроме известных участников этого процесса, ещё и Индия и Пакистан. После Милана Владимир Путин отправился в Рим на встречу с понтификом. Главу государства приветствовали высшие сановники Святого Престола и почётный караул Швейцарской гвардии. Это вторая встреча Владимира Путина с Франциском. Первая состоялась полтора года назад. Франциск приветствовал Путина по-немецки. «Велькомен, добро пожаловать». И все другие публичные заявления сделал тоже по-немецки, исходя из того, что Владимир Путин свободно говорит по-немецки с тех пор, как работал в Восточной Германии. Перед началом беседы Папа Римский и президент России обменялись подарками. Владимир Путин привёз панно с изображением Храма Христа Спасителя, а Франциск подарил президенту медаль с изображением ангела, несущего мир и справедливость. В антироссийски настроенных европейских столицах успешные переговоры Путина в Италии вызвали заметное раздражение. Где-то говорили о том, что этот визит вообще не должен был состояться, где-то рассуждали о мягкотелости итальянцев и, конечно, пытались принизить значение этого визита. Но ни, скажем, Лондон, ни Варшава не могут отрицать, что единый антироссийский фронт, которому они призывают, в Европе никак не выстраивается и не выстроится. По той простой причине, что такой фронт противоречит подлинным интересам европейцев, а не тем, которые им навязывают извне. Вы смотрите Постскриптум, в студии Алексей Пушков. Продолжаем нашу программу. Недавно прокуратура Рязанской области проверила законность построек на территории музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове и выявила, что в регионе не принимаются достаточные меры по охране этого важнейшего объекта, нашего культурного наследия. Но это произошло лишь после того, как тема в полный голос прозвучала в апреле 2014 года в ходе медиафорума независимых региональных СМИ. Тогда один из участников форума обратился к Владимиру Путину с просьбой принять меры для прекращения незаконной застройки. Президент поручил тогда губернатору Рязанской области Олегу Ковалеву разобраться в ситуации. Что произошло и чего не произошло с тех пор, на месте выясняла наш корреспондент Ольга Демидова. Если крикнет рать святая, кинь ты Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Сегодня на родине знаменитого поэта в селе Константиново Рязанской области ждут перемен. Одни с надеждой, другие с ужасом. О том, что государственный музей-заповедник Сергея Есенина в скором времени может измениться до неузнаваемости, год назад президенту Путину сообщил журналист из Рязани. Все эти есенинские дали собираются застроить. Земли из земель сельхоз назначения переведены уже в земли под строительство. По нашим скромным подсчетам и подсчетам коллег-активистов, это уже 74 гектара земель. Соответственно, ландшафт уже нарушается. Строятся уродливые трехметровые заборы. Появляются уже уродливые коттеджи. Президент отреагировал жестко и пообещал призвать власть Рязанской области к порядку. Голова-то должна быть на плечах. Надо же понимать, где и что застраивает. И есть вещи, которые, безусловно, являются частью нашего национального культурного кода, лежат в основе нашей культуры. На высоком Есенинском берегу Аки растут коттеджи статусных толстосумов не только местного, но и федерального уровня. По словам директора музея, варварская застройка заповедных мест идет второе десятилетие. Однако попытки остановить это стали предприниматься лишь после того, как президент обратил внимание на проблему. Отрицать тот факт, что на территории Константинова есть диссонирующие объекты, невозможно. Но этот процесс, к сожалению, он пошел еще с начала 90-х годов XX века. И по-хорошему, конечно, надо было бы начинать эту работу, к которой мы приступили не так давно, только сейчас. Еще тогда. Винцом полета фантазии новых константиновских дачников стал особняк москвички Митиной напротив дома поэта. Рядом с домом священника, воспитавшего Есенина, считавшегося его духовным наставником, построено вот это чудовищное строение, абсолютно диссонирующее с окружающей средой. Его хозяйка неуловимая личность, которую можно, наверное, уже объявлять во всероссийский розыск, гражданка Митина, жительница Москвы. Избавиться от этого и подобного ему вставных зубов в Константиново и окрестностях уже отчаялись. Решения судов игнорируются, судебные приставы сетуют на неуловимость хозяев, а те с помощью адвокатов находят все новые уловки для того, чтобы не перестраивать уже построенные дома. Находятся различные юридические лазейки для того, чтобы не осуществлять судебное решение. Или приносят проект, который невозможно согласовать органу охраны, обращаются в различные судебные инстанции и службы для того, чтобы затормозить этот проект. Казалось, получив президентское поручение, власти Рязанской области встали на путь исправления. Ввели мораторий на строительство на территории музея-заповедника и начали разработку достопримечательного места, которое, по заверениям авторов, призвано сохранить Есенинский край в поэтической первозданности. В Рязанской области делается все возможное для того, чтобы у нас появилось достопримечательное место Есенинский край, позволяющее сохранить объекты культурного наследия, памятные места, природный ландшафт на этой территории. Звучит красиво и убедительно. Однако рязанские краеведы и градозащитники, как они сами себя называют, говорят о том, что многое уже не исправить. У нас 38 села-деревень в охранных зонах заповедника. Их можно застраивать, развивать. Однако нет, деревню не трогают, а идут в чистое поле. Обязательно на берег реки, обязательно закрывают подход к реке. Мы сейчас не можем на расстоянии 3 километра подойти к реке. Начиная от Кузьминского почти до деревни Аксенова, два узеньких прохода. Сегодня те, кто борется за выживание Есенинского музея-заповедника, считают самым главным не допустить новой застройки на его территории и остановить там, где она уже началась. Но это очень непростая задача. Из 42 исков о незаконном строительстве за год были выиграны всего несколько. 36 дел проиграно, и только по 9 из них были поданы апелляции. Недавняя прокурорская проверка законности построек на территории заповедника выявила. Министерством культуры Рязанской области не принимаются надлежащие меры по охране объекта культурного наследия. В свою защиту министр культуры и туризма области ссылается на несовершенство нашего законодательства и изворотливость новоявленных хозяев земли. Двухэтажное здание, которое прописано, которое возможно к строительству, к нему добавляется цоколь и мансарда, и получается четырехэтажный. И мы ничего не можем сделать. Мы не имеем на это права. Они у нас будут, эти здания, вписаны в список диссонирующих. При любом проведении реконструкции или перестройки они будут должны получать согласование, и вот при этом согласовании им будут даваться жесткие рекомендации, чтобы строительство велось в соответствии с режимами. Но будут ли соблюдаться эти режимы? Так, в соответствии с режимами, на территории Константинного уже год действуют моратории на строительные работы. Но что мы видим? Сто метров от дома Есенина. Стройка, которая идет в этом году. И вот, например, этот дом конкретно, суд проигран, апелляция не подается. Недавно на продажу был выставлен дом ближайших соседей семьи Есениных. Цена вопроса – 8 миллионов рублей. У хранителей природного источника поэтического вдохновения таких денег нет. Но говорят, что покупатель уже нашелся. Вот только что же построит новый владелец рядом с домом Есенина, остается только гадать. Ольга Демидова, Владимир Мачехин, Александр Потаев, аналитическая программа «Постскриптум», Рязанская область. Вот такая печальная история. Причем касается она далеко не только музея-заповедника Есенина. Проблема гораздо шире. И одна из причин, как представляется, это явные недоработки в нашем законодательстве. В частности, в федеральном законе об охране культурного наследия указано, что на территории достопримечательного места разрешается капитальное строительство. Но какое и в каком объеме не указано. Это оставлено на усмотрение местных властей, что дает, безусловно, большие возможности и для злоупотреблений, и для прямого нарушения закона. И судьба музея-заповедника Есенина лишний раз подтверждает – закон надо переписывать. Без этого злоупотребление и хаос не остановить.